Если вы когда-нибудь в своей жизни переезжали, причем неважно, в другую квартиру или в другой город, то вы прекрасно помните вот это вот все. Огромное количество вещей, вязанок, баулов, рюкзаков, сумок, коробки с посудой, с книгами, ну и, конечно же, некоторое количество негативных эмоций и стресса. А ненцы, кочевники тундры, переезжают десятки раз за год. И далеко не в поисках лучшей жизни или живописного вида из окна, а следуя традиционным маршрутам Каслания, проходящим через богатое ягерем пастбище. При этом быт оленеводов продуман до самых мелочей, а их переносное жилище, чум, это ненецкий архитектурно-интерьерный ответ скандинавскому рационализму. В этом доме все универсально, практично и комфортно. Его модель стандартная, каркасная и разборная. Его форма конусообразная, а основная его функция – это защита людей от негостеприимной внешней среды. Главные характеристики. Устойчивость во время сильного ветра, а также стабильное устранение осадков с поверхности чума, благодаря крутой крыше. Она также является его стенами. Размер. Варьируется в зависимости от количества шестов и их длины, а также от числа жильцов и их материального достатка. В комплектацию входят шесты, два или три основных, несколько десятков вспомогательных, а также священных шест. Кроме того, два слоя покрытий – это нюки и поднючья постели, пологи, столики, костровые приспособления. В зимний набор включены также доски пола, подочажный лист и, конечно же, печка. Материал для покрытий на выбор. Из оленей шкур для тепла, из брезента геотекстиля для удобства, а из бересты для вреднителей и хранителей традиции. Интерьер чума характеризуется выраженным минимализмом, строгой лаконичностью, четким зонированием, простыми формами, прямыми линиями и мягкой цветовой гаммой. Время сборки от 45 минут до часа, но эти цифры действуют только для опытных кочевников. Гендерные особенности. Раньше установкой и разборкой чумы занимались только женщины и девочки подросткового возраста. А вот сегодня в этом действии принимают участие все члены семьи. Важно! Женской части стойбища нельзя перешагивать через веревки. Их следует обходить вокруг или, приподняв, проходить под ними. Связано это с тем, что женский шаг считается сакрально нечистым. И поэтому, перешагнув через вещь, женщина может привлечь несчастье. Крайне важно! Женщинам запрещено находиться за чумом, то есть противоположное от входа стороны. Поясним почему. В чуме напротив входа, за чумом, находится священный шест. И все, что за ним, причем как внутри, так и снаружи чума, это священная территория, которая закрыта для женщин. И именно поэтому на всех фото и видео, сделанных женщинами, запрещлена лишь доступная для них часть чума, то есть со стороны входа, а не его другая священная сторона. А еще в Нинесском чуме тепло, искренне, уютно и гостеприимно. А многодневное пребывание в стойбище может помочь избавиться от страха перемен, перестроек, переделок и переездов.